Девушки отдыхают 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 Еще один шанс был у Васильева выйти центральным нападающим к воротам Полякова. Не получилось. Слева сейчас шайба. Опять бросок, перевод шайбы в центр. И бросок резкий в касание. Не получилось. Еще раз. Теперь на правый фланг переходит шайба Васильев в затяжной атаке. Для настольного хоккея это не так уж свойственно. Представьте, что игрок уже в течение секунд 20 находится постоянно в атаке при такой как бы миниатюрной и очень быстрой темповой игре. Поляков сейчас отчаянно обороняется. Я представляю, насколько ему это тяжело дается, напряжение. Последняя минута матча. Счет 0-0 продолжает оставаться. Вот, казалось бы, шайб не заброшена. Но какая напряженная игра. Теперь у Полякова есть сейчас все возможности для того, чтобы завершить эту серию одним точным броском в свою пользу. Этого не получилось. Не получилось. Васильев заходит на очередной круг слева. Снова мягкая передача в центр. Это очень сложный технический прием. Вот так вот мягко исполнить передачу через обороняющегося. Но еще один такой же. И снова штанга. Три штанги. Три штанги. То есть достаточно Васильев четко исполняет технический прием. Но пытается уже совсем наверняка обвести вратаря. И не удается. Меньше 30 секунд до конца пошел звук джингла. Специального джинга, под который идет время и отсчета матчей. Васильев идет, наверное, в одну из последних своих атак. Теперь он, наверное, уже не будет торопиться. Будет доверного разыгрывать, чтобы не дать Полякову возможность контратаковать. Снова слева на центр. Теряет шайбу. И вот она. Какой был момент. Сейчас вот это очень была известная комбинация. С правого защитника он пытался перейти шайбу в центр. Не получилось. Со свистком будет. Ой-ой-ой. По ленточке. И на этом завершается снова время матча. Ключевой эпизод матча. Мы сейчас смотрим. Васильев на последней секунде мог выиграть все-таки эту встречу. Не получилось. Овертайм. Вот самый, самый всегда интригующий момент в настольном хоккее. Овертайм. Где игра продолжается до первой заброшенной кем-то из соперников шайбы. У Васильева была возможность все решить до овертайма. Буквально на последних секундах. Мы видели в повторе этот эпизод. Но сейчас я чувствую, что он пытается все то же самое сделать уже и в самой игре. То есть уже в овертайме. Он, я так понимаю, немножечко все-таки почувствовал уверенность. Нет этого мандража, который был бы у него сейчас. И нет этой досады. Вот. Опа. И вот она. Это победная шайба. Васильев сравнивает еще в серии. Причем сравнивает именно той комбинацией, которую он наиболее часто пытался исполнять в течение этой встречи. 3-3 в серии. И нас ждет решающий матч. Игроки поменялись местами. Теперь с желтыми играет Поляков. Белыми Васильев. Решающая встреча. Решающая. Теперь уже все точно определится. И серия на этом, естественно, завершится. Один из игроков пройдет в следующий раунд. И я думаю, что сейчас уже некоторые психологические преимущества на стороне Васильева. Что мы сразу и видим. В первой же атаке он снова реализует комбинацию слева на центр. В дальний угол. 0-1. И Полякову, теперь уже Полякову приходится отыгрываться. Он так удачно начинал эту серию. Достаточно долго контролировал ее ход. А сейчас вот как бы упустил некие игры. И, в общем-то, зная его эмоциональность, я думаю, что ему будет очень непросто переломить ход этой встречи. И вот мы сейчас видим, как подтверждение моих слов, Васильев еще раз проводит хорошую, уверенную комбинацию слева в центр. И уже 0-2. 0-2. И я думаю, что сейчас Полякову нужно в ближайшее время принимать какие-то отчаянные усилия для того, чтобы зацепиться за счет. Иначе дальше Васильев может развить свое преимущество. И он продолжает оставаться в атаке. Какой прекрасный вывод. Шайба на центр. Да, Васильев явно почувствовал уверенность к концу этой серии. И сейчас, конечно, уже полностью контролирует ее ход. Приготовит атаку с правого фланга. С правого фланга на центр. Передача. Ошибается Поляков. Выходит Васильев центральным игроком на его ворота. И прекрасно реализует, прекрасно реализует прием конек-клюшка в правый от вратаря угол 0-3. Ну что, деморализован Поляков полностью или все-таки еще попытается оказать сопротивление? Как же так? Ведь только что, совсем недавно он вел в этой серии. И, в общем-то, был близок к выходу в следующий раунд этапа чемпионата Москвы. И вдруг вот такая перемена, такая перемена. Поляков налаживает атаку с левого фланга. То есть примерно в том же стиле, в том же ключе сейчас действует, как и Васильев. Ничего не получается. Васильев перекрывает ему все зоны для атаки. Тем не менее, Поляков продолжает менять фланги. Сейчас опять срезка. Срезка, это выдает ему уже какую-то нервозность. Явно видно, что сейчас он не может наладить хорошие комбинационные действия. Теряет шайбу. Еще одно вбрасывание в центральной зоне. Еще одно вбрасывание. И Васильев снова перехватывает. Поляков заходит на атаку слева. На атаку слева. Гол! А вот вам, пожалуйста, и неожиданность. Я только что уже стал, что называется, отпевать Полякова в этой игре. А он, тем не менее, собрался. И прекрасно, прекрасное совершенно завершение атаки. 1-3. Если вы заметили, на повторе центральный нападающий не делал никакого движения. Игрок, атаковавший с левого фланга, просто четко попал шайбой в центрального игрока, от которого она рикошетом вошла в ворота. Такой несколько бильярдный прием, но очень технически по исполнению сложный. 1-3. 1-3 в этой игре. Ну что ж, еще полматча, полматча впереди. И, может быть, все-таки Андрею удастся зацепиться за этот счет и снова как бы возродить интригу к концу хотя бы игры. Вот хорошая была комбинация справа. Воротарь сыграл удачно. Теперь пытается снова зайти на ту комбинацию, которую он только что провел успешно. Не получилось. 1-3. 1-3. Васильев продолжает играть достаточно в таком среднем темпе. Не добавляя... Сейчас уже не рискуя. Играет в основном по флангам. Играет в основном по флангам. И совершенно понятно и очевидно, что ему сейчас торопиться не надо. При этом напомню, что по профессиональным правилам настольного хоккея у одной игровой миниатюры, а игрок в настольном хоккее называется миниатюрой, шайба не может находиться больше пяти секунд. Поляков. Нет. Вот этот момент мог быть стать ключевым в этой встрече. Если бы сейчас реализовал выход центром, счет бы сократился до минимума. И это была бы уже совсем другая игра в концовке. Но не исполнил. Не исполнил технического приема. Но продолжает атаковать. Еще раз пытается пробить справа в центр. Не получается. Васильев выходит из своей зоны. Выходит со скрипом, скажем так. Но тем не менее, это все-таки делает. Рисковал потерять шайбу. И вот сейчас была такая потеря. Была такая потеря. Поляков в касание хотел. Вот, видите. Вот сейчас мы увидели, кстати, очень характерный прием. Шайба побывала в воротах Васильева. Но, опять-таки, по профессиональным правилам настольного хоккея, шайба, вылетевшая из ворот, не фиксируется как гол. И поэтому, даже если все мы с вами видели, что она там была, тем не менее, она не осталась в сетке. И, значит, гола нет. По-прежнему счет 3-1. Кстати, именно для этой цели на всех профессиональных площадках пластиковые днища ворот заменяются матертичными мешками. Чтобы отскок шайбы был более слабым, как вы сами понимаете. И это бы оставляло большее количество шайб в воротах. Васильев. Васильев. Последняя минута матча. Васильев потерял шайбу, находясь в атаке левым флангом. Но она снова возвращается примерно в ту же зону. Я думаю, что сейчас он начинает уже постепенно понимать, что, скорее всего, именно ему суждено продолжить борьбу на этом этапе. И, кстати, очень грамотно он сейчас ведет борьбу на этой последней минуте. Смотрите, вот только сейчас перешел Поляков в атаку. И смотрите-ка, тем не менее, вот она, вот она интрига. Вот она интрига в настольном хоккейках. Здесь примерно как в баскетболе за секунду может все измениться. 2-3 и еще 20 секунд. Теперь Полякову важным было выиграть брасывание. Он делает это. Он делает еще одна атака. Посмотрите, какой сейчас был эпизод. Но вот-вот сейчас, вот если бы в этот момент сейчас шайба осталась у Полякова. Нет, теперь уже Васильев ему не даст. Он будет готовить долго, долго будет готовить этот выход. Все положенные ему 5 секунд. Не забил, но шайба осталась у него. Это означает, что он побеждает. И в этой партии со счетом 3-2 и 4-3 в серии. Глеб Васильев проходит в следующий раунд чемпионата Москвы. Молодой Глеб Васильев победил опытного Андрея Полякова 4-3 в серии и вышел в следующий раунд турнира. Вы смотрели матч 1-16 финала первого этапа 7-го открытого чемпионата Москвы по настольному хоккею на спортивном канале 7 ТВ. Молодой Глеб Васильев